Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала Одесса, 28 сентября. Появилась такая информация, что Россия может после мобилизации бросить войска на Одессу и Харьков. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле. По их словам, после объявленной мобилизации Россия хочет вернуть себе инициативу на фронте и продвинуться вглубь украинской территории, захватив Харьков и Одессу. Также в Кремле убеждены, что смогут воевать до конца. Затем объявить о переговорах и оставить часть захваченных территорий. Правда, издание отмечает, что 300 тысяч немотивированных и необученных бойцов не могут существенно изменить ситуацию на поле боя, кроме как сдержать украинское наступление. Поэтому Путин, скорее всего, продолжит газовый и ядерный шантажи. Информация, конечно, неутешительная. Уже очень много появляется видеороликов с количеством мобилизированных солдат Российской Федерации. Понятно, что они, скорее всего, не обучены, не мотивированы. Но, тем не менее, это огромное количество вооружения в Российской Федерации хватает. И чего ждать в результате данной мобилизации неизвестно. Угроза присутствует очень большая. То, что просто эта огромная масса людей ринется с оружием. И может быть все, что угодно. Вплоть до того, что действительно может быть прорыв Николаева и захват Одессы. Я на связи, друзья. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на вооруженные силы Украины. Что они ни в коем случае такого сценария не допустят. Я на связи. Не забывайте подписываться. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok